Протестантизм Алексей Степанович Хомяков, один из вождей славянофильства, а можно сказать, вождь его, справедливо сказал, что Рим – это первый протестант. У него для этого были достаточные основания, и, может быть, мы об этом ещё немножко позднее поговорим. Но сейчас мне бы хотелось немножко дать чуть-чуть картину католицизма в преломлении к его отношению к Русской, в частности, Церкви. Особенно к Русской Церкви. Особенно, вы знаете ли, это, мне кажется, важно в связи с кончиной Иоанна Павла II, в честь которого, по-моему, было столько панигириков, сколько, пожалуй, не было слышно в адрес ни одного другого Папы. Картины, я вам скажу, вообще странные, странные и поразительные. Потому что, если посмотреть на характер его деятельности, особенно в его отношении к православию, то картина будет более чем удручающая. Я не могу касаться всей истории отношений между католицизмом и православием. Да вы её изучали, наверное, в прошлом году, я думаю, достаточно. Мне просто хотелось бы отметить некоторые, буквально несколько хотя бы деталей, которые касаются отношений его к Русской Церкви. Вот что писал патриарх Тихон в своём послании к Церкви в 1923 году. Пользуясь происходящей у нас неурядицей, римский Папа всяческими путями стремится насаждать католицизм. И при поддержке польских властей в одной лишь Холмщине закрыто поле 300 церквей и оставлено всего лишь 50. За 10 лет существования возрождённой Польши с 1919 по 1929 год – это уже не патриарх Тихон, а я просто приведу его статистику – Рим и католиками было отнято у православных 45% православных храмов. Ныне ещё здравствующий протопресвитер Виталий Боровой как-то, я помню, рассказывал. Рассказывал, он был в Польше, и там он учился, там он окончил академию и говорил, какое потрясение произвело на нас, когда в Варшаве был взорван православный собор. Мы принципиально, принципиально обходили это место и никогда не пересекали площадь по месту храма, взорванного храма. То же самое и рассказывали, мне лично рассказывали, что было в Чехии, что было в Словакии. Действительно, как только появлялась какая-то политическая брешь, политическая слабость в государственном руководстве, или, напротив, власть, сочувствующая католицизмам, как тут же началась не просто экспансия католицизма, не просто развитие, нет-нет, это не та церковь. Начиналась агрессия с применением грубейшей физической силы. Последние события на Украине, ой, как подтверждают это. У меня ещё из истории чуть-чуть. Вы знаете, что после революции к нам в Россию два раза, по крайней мере, в 1926 и 1928 году приезжал эмиссар, ватиканский эмиссар Дербиньи, иезуит. Он приезжал не с чем-нибудь, а налаживать унию и даже попытки заключить конкордат с советской властью, с большевиками. При этом перепечатывая без всяких оговорок, можно себе представить, гнусные статьи Губельмана, ну, Емелья Ивановна Ярославского. Гнусные, без всяких оговорок. Иван Александрович Ильин, всем известный наш русский писатель за границей, юрист, политический деятель и так далее, богослов, что хотите. Вот что писал по этому поводу. Я понял разгром православных соборов, церквей и приходов в Польше, творившейся католиками в 30-х годах текущего века. Я понял, наконец, истинный смысл католических молитв о спасении России, которая была составлена в 1926 году Бенедиктом XV. Бенедиктом XV. Я обращаю ваше внимание. Нынешний Папа Бенедикт XVI. А вы знаете, что когда Папа принимает имя, то этим самым он свидетельствует о том, что он ориентируется на того, кто был предшественником по этому имени. Обращаю ваше внимание. Так, которая была составлена в 1926 году Папой Бенедиктом XV, из-за чтения которой у них даруется 300 дней индульгенции. Ватикан, пишет Ильин, годами снаряжается в поход на Россию. Иезуит Швайгель в 1936 году писал, послушайте, что большевики прекрасно подготовили путь католическим миссионерам. Вы подумайте, что все было залито кровью. Вы знаете, что некоторых зарывали живьем в землю? Знаете это? Знаете, что топили баржи священнослужителями. Расстреливали, гноили, что пишет Иезуит Швайгель. Большевики прекрасно подготовили путь католическим миссионерам. А одухотворенное состояние русского народа, его благочестие и страдания служат залогом успеха проповеди Унии на просторах России. Иоанн Павел II, недавно скончавшийся, повторяет, сейчас открылись благоприятные возможности для нашей деятельности за восточными границами. Это сейчас, знаете, когда? Когда началась перестройка в России, и не только в России, но и дальше, за рубежом. Указом от 13 апреля 1991 года, без каких-либо консультаций и согласований с Патриархом и Синодом Русской Церкви, в неё назначаются епископы, причём три из них, даже туда, где их никогда не было. Речь вот о Москве, Новгороде и Новосибирске. Объяснение? Когда запросили наш Синод, Патриарх, ответ, цитирую вам, святейший престол руководствовался желанием, руководствовался желанием дать католической пастве квалифицированных руководителей, могущих развивать экуменический диалог с Русской Православной Церковью. Вы слышите? Диалог развивать насильно, вопреки руководству Русской Церкви, не уведомляя нисколько, назначаются епископы, для чего же развивать диалог, оказывается, с Русской Церковью? Это изумительно! Это его Сарваторо Романо, Романы, это не где-нибудь, официоз Ватикана. О том, каковы тенденции, тенденции идеологического развития Ватикана, свидетельствует хотя бы следующий факт. В 1965 году Ватикан принял решение отменить существовавшие с 1738 года постановлений Папского престола, согласно которому присоединившиеся к масонству католики автоматически отключались от Церкви. Отменяется это решение. В 1968 году близкие к Ватикану круги заявили, что католикам отныне предоставлено право вступать в масонские организации в США, Англии и большинстве других стран. Я бы хотел еще вам сказать, что произошло у нас в связи с благоприятной, как сказал Иоанн Павел II, возможностями, которая открылась благодаря новой политической ситуации в России. Что происходило у нас в 90-х годах на Украине? Я думаю, все вы слышали. Насильственно захватывались православные храмы. Священники избивались. Уж не говорю, и о мирянах тоже. Некоторые из них, как мне говорили даже, потом так и не смогли прийти в себя и остались или инвалидами, или будто бы даже скончались. Ведь достаточно было одного слова Папы, чтобы эти безобразия прекратились. Наш сенот и патриарх обращались к Иоанну Павлу II. Никакой реакции. Объяснение было очень простое. Что при Сталине, при Сталине, у униатов были отняты их храмы насильственным путем. Насильственным путем. И эти методы, конечно, конечно, они являются как насильственные, несправедливые, неверные с любой точки зрения. Теперь же эти же самые методы, которые осуждены были Ватиканом, осуждены, теперь они применяются самим Ватиканом, но теперь уже они являются христианскими. Не правда ли интересно? Методы осужденные теперь уже, оказывается, они принимаются. Скажу вам, что по инициативе Русской Церкви в 1990 году была создана срочно четырехсторонняя комиссия из представителей Московского Патриархата, Римской Католической Церкви, Украинской Православной Церкви и Католика Восточного Обряда Западной Украины для обсуждения той ситуации, которая возникла. Значит, и же погромы настоящие православия. Ее работа была сорвана. Каким образом? Униаты вышли, заявили о выходе из состава комиссии. Обратились к Ватикану. Он развел руками. Ну, а что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Более того, что мы можем сделать? Вот что оказывается. В 1994 году Иоанн Павел II благословил греко-католическому синоду создать Киево Выжгородский архиепископский экзархат, включающий в себя целый ряд областей Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской, Черниговской и так далее. Так, лежащие за пределами традиционного расселения католиков восточного обряда. Чем объяснить это благословение, интересно, здесь? Там Ватикан развел руками. Он же не может, правда? Тут благословение оказывается о создании экзархата, греко-католического экзархата. Чем объяснить? Всё тот же принцип. Карпе Дием лови момент. Это всё Иоанн Павел II. Ещё один факт. В 2001 году на синоде Украинской греко-католической церкви новой главой был избран архиепископ Львовский Любомир Гузар. 24 января, уже 26 января Папа объявил о его возведении в кардинальское достоинство. Это вы помните? Когда униата вышли из четырёхсторонней комиссии Ватикан, что мы можем делать? Кажется, не имеет никакой власти. Мы не имеем никакой власти над униатами. Буквально через 4 дня объявил о его номинации в кардинальское достоинство. Правда, большая награда? Ещё какая? Ещё бы! Кардиналы избирают Папу, и каждый кардинал претендент на Папство. За что же его так наградили? В 1990 году в Львовской области было зарегистрировано 1329 приходов православных в Львовской области. В настоящее время епархия насчитывает только 48. Но одесситы потрясающей заслуги. За это стоит возвести в кардинальское достоинство. Ещё бы! И кто возводит? Ватикан, который разводит руками. Подобная ситуация сложилась в других областях Украины. Особенно три епархии были буквально разгромлены. Это Ивано-Франковская и Тернопольская епархии. Буквально разгромлены. Православные храмы почти там уже православный церквь почти прекратил своё существование. Всё захвачено насильственным путём, а не каким-нибудь другим Римской католической церкви. Папа всё это знал? Всё это знал? Всё знал. ни одного слова, ни одного жеста. Он и теперь знает Папа. Он знал прекрасно о позиции православной церкви на его приезд на Украину. Знал. Заранее заявил свой протест весь епископат Украинской православной церкви в связи с его приездом. Но он едет прекрасно зная, что это создаст не атмосферу мира и согласия, а как раз придаст ещё больше импульса силу вот этим агрессивным настроением греко-католиков и католиков на Украине. Он Иоанн Павел II возводит в ранг учителя церкви 23-летнюю Терезу маленькую, так называемую, или Терезу младенца Иисуса. В ранг учителя церкви. Можете представить, то есть учителем 23-летняя до 3 года она уже скончалась. Вы понимаете? Причём, что она писала, только бы вы почитали. Я буду любовью в сердце Матери Церкви. А она даже не Богоматерь. Какие романтические истории она пишет о своём общении с Иисусом. И Иисус из младенца уже превращается в того, перед лицом которого она младенец. И как капля воды исчезающая в океане любви Иисуса. Мы взглянули друг на друга и мы поняли всё без слов. Какие романы! Если бы только почитали вы эту книгу, Иоанн Павел II возводит её, подумайте, она была уже святой, высшая достоинство учителя церкви. Это ранг примерно того уровня, который, когда мы говорим Василий Великий, Афанасий Великий. Вот, примерно ранг такой. Правда же, Папа, о котором можно говорить как о великом деятеле, современном христианском деятеле? Что такое католицизм? Мне вот об этом бы хотелось сейчас вам немножко сказать. Вы знаете, что больше всего этой тематики касались с одной стороны наши святители Игнатьев Ренчин и Феофан Затворник, отчасти общинские старцы. Также этот вопрос очень серьёзно отрагивали наши православные мыслители, такие, как Достоевский, как Хомяков, Кирьевский и некоторые другие. Друзья мои, я хочу вам всё-таки зачитать, несмотря на то, что это не имеет кажется прямого отношения к нашей теме, на самом деле имеет прямое. Ещё раз вам говорю, без понимания природы католичества мы не поймём природу протестантизма, так как это следует. Итак, что же такое католицизм? Вот святитель Игнатий Вринчанинов. Я зачитаю вам кое-что. В данном случае я коснусь какой темы? Темы католичества как духовного источника протестантизма. Вот что он писал. Я кое-что, друзья мои, он писал много, но я просто кое-что вам зачитаю. занимаюсь ныне составлением книги в противоположность книги, написанной в недрах Западной Церкви и сперва осуждённой этой Церкви церковью в противоположность книги подражания Христу Фомы Кимпийского. Зачитываем почему. Эта книга у нас издавалась чуть ли не более десятка раз. Переводили, издавали, вновь переводили, вновь издавали. Наш знаменитый победоносца, о котором много столь хвалебных высказаний, о котором действительно человек кажется ревностным, искренним, не видел, не видел, какая закваска лежит в этой книге. Что о Фомы Кимпийском пишет святитель Игнатий? Вопиед, в иступление самообольщённый, да не говорит мне Моисей или другой, кто из пророков, говорит ты, Господи Божие! Он рассматривает Игнатия как дерзость, как от полной отсутствии смирения, как пребывание в каком-то самообольщении. Мечтательность сильно действует в обольщённых мнениях. Она постоянно сочиняет мнимо-духовное состояние, тесное содружество, тесное дружество с Иисусом, внутреннюю беседу с Ним, таинственные откровения, гласы, наслаждение, зиждет вообще ложный образ мыслей и ложное настроение сердца, приводит его в упоение собою, в разгорячение и восторженность. Такого же мнения об этой книге «Подражание Христу» пишет святитель Игнатий о том, что эта книга душевренно. Такого же мнения о подражании был известный, деятельный, монашеской опытностью иеросхемонах Леонид. Это тот Леонид, который впоследствии стал оптинским старцем львом. Оказывается, такого же мнения Игнатий пишет, поскольку с ним он общался, вы знаете как. Ещё характеристика. Оживить чувства, кровь и воображение старались западные. В этом успевали скоро. Скоро достигали состояния прелести иступления, которое ими названо святостью. Вы слышите? Состояние прелести иступления, которое ими названо святостью. В этой стране все их видения, читающий их, читающий эту литературу, непременно заражается духом прелести, любодействует в отношении к святой истине Христу, подвергает сам себя роковому определению Божественного Писания. Оно говорит, «Яко все удаляющие себе от тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от тебе». Восточный все чадо Вселенской Церкви идут к святыне и чистоте путем совершенно противоположным выше приведенному умершвлением чувств, крови, воображения и даже своих мнений. Воодушевлением чувств, крови. Обратите внимание, на что сейчас очень часто рассчитано наше церковное пение. то закричат так, что вздрогнешь, то умолкнут такая романтика и тишина на возбуждении чувств и крови. Да-да, прямо. Ну что, о богослужении речь не идёт. Идёт мероприятие под названием богослужение. Мероприятие. Причём богослужение? Причём тут молитва? Надо возбудить, эффект создать. Вот вся суть в этом. Займитесь, пишет Игнатий, чтением Нового Завета и Святых Отцов Православной Церкви отнюдь не Терезы, не Францисков и прочих западных сумасшедших, которых их еретическая церковь выдаёт за святых. Понимаете, какие сильные... Это не просто так сказано. Это сказано не от ума совсем. Это из опыта. Другое направление получили подвижники Западной Церкви, писатели её о подвижничестве со времени разлучения этой Церкви от Восточной и от падения её в гибельную тьму ереси. Правда? Сильно в гибельную тьму ереси. Это кое-что. Святитель Феофан, Латинская Церковь отступила от апостольских преданий и повредилась и порча очень существенная. Все западные переводные книги о духовной жизни не идут к нам. В них есть клочок истины, но и самые лучшие из них содержат много мечтательного и ложного, щекочут, а не питают. И выходит, по губам текло, а в рот не попало. Возьмите лучшую и более других хвалимую о подражании Иисусу Христу Фома Кемпийского, почитайте ее со вниманием и сравните, тоже ли дает она, что и Макарий Египетский, или Саак Сирианин, или изречение наших старцев Серафима, Парфения, западники сами себя хотят спасать и попадают только своими усилиями в покойное состояние сердца, похожее на бездействие, при молчании прочих сил. Тут фантазия рисует им образы, и они млеют от них. Бросьте их, для вас достаточно тех святых, кои есть у вас. Это из его писем. По виду у нас с римовыми католиками много сходства. Когда проследить подробности, то явно всякому, как далеки они от истины. Вот это кое-что, что мне хотелось вам зачитать из наших действительных авторитетов. Авторитетов не просто богословов, сами понимаете, а авторитетов опытной духовной жизни, что для нас гораздо важнее. Я бы еще обратил ваше внимание на сами направления этой католической духовной жизни, который показывает нам, почему так наши святители выступали против. На самом деле они ничего нового не говорили. Борьба с латинством идет с самого начала существования русской церкви. Непрерывно идет борьба. Непрерывно. Итак, в чем дело? Каковы, что за мистицизм католической церкви? можно выделить несколько направлений. Основной из них, характеризующий все эти виды, можно сказать, их мистика медитативная, то есть связанная с воображением, с представлением, с созданием себе образа, картин. Вот в связи с этим можно назвать такие типы, которые показывают нам состояние католического опыта и их великих святых. Учтите, что это деление, конечно, условное, как и всегда, но просто оно нам помогает лучше увидеть картину. Первый я бы назвал, так называем, компасио, компасио, то есть сострадание. Этот тип наиболее ярко выражен у Франциска Асистского, это XIII век. Он в католицизме представляет из себя, я бы сказал, центральный стержень всей духовной направленности этих подвижников. Всюду при монастырях мы найдем там крестный путь, специальные часовни, маленькие часовни, открытые или закрытые, где стоят кресты, картины того или иного момента страданий Христа. Это специально 14 часовен. Перед каждой должен постоянно, каждый день, ежедневный, может быть, не раз, монах останавливаться и размышлять о страдании Христа, о страдании Богоматери. Или, как они говорят, размышления о 15 тайнах Христа и Богоматери. Причём, какого рода размышления? Я обращаю на это внимание, какого рода размышления? Вообразить себе, что чувствовал Христос в это время, что переживала Богоматерь в это время. Вы слышите? Что переживала? Попытаться пережить самому это, сопережить это. Эти страдания телесные и душевные. Вы знаете, к чему привело это компасио Франциска Асистского? У него впервые в истории христианства возникли так называемые стигматы. То есть кровоточащие раны на руках, ногах и в боку. Кстати, раны не заживающие. Они постоянно кровоточат. Это явление, кстати, известно психопатологии. Оно известно, это явление. Что оказывается, если долго сосредачить своё внимание, долго и усиленно концентрируя своё внимание, в частности, на этом, то возможно появление подобного рода явлений, что открываются раны. Мне рассказывал сам священник, который ещё не был священником и даже не был и православным христианином. Это Никон Воробьёв. Да, что когда ещё они были студентами, не духовной школы, нет, то очень увлекались в начале, в начале это было 20 века, увлекались индуизм, бундизм, вот этими всеми восточными вещами. И вот их небольшая группа была, и один, говорит, из нас, он достиг очень высокой степени концентрации, способности концентрируют внимание. И однажды, когда мы собрались, нас было человек пять таких энтузиастов, да, в отдельной комнате, закрытой комнате, и он нам продемонстрировал силу своей мысли. В полном молчании мы сели вокруг стола, он положил свою руку, и началось полное молчание, гробовая тишина. И вот через какое-то время, уже время, я сейчас не помню, это неважно, мы начали замечать, как рука, вот эта тыльная сторона ладони, да, началось на руке покраснение, это покраснение стало увеличиваться, потом, к нашему изумлению, стала подниматься кожа, начал образовываться волдырь, образовался волдырь, и лопнул волдырь. Говорит, эта рана потом у него очень долго не заживала, очень долго. Вот, это то, что вот он был сам свидетель, вы знаете, как мысль может действовать, как мысль может заставить наше сердце биться, как мысль может остановить наше сердце, вы знаете, что матери, очень любящей своего ребёнка, нельзя сразу сказать, что ребёнок погиб, она может тут же погибнуть, от чего? От чего? От мысли, что мысль это колоссальная сила, остановить сердце, разрыв, говорят, сердце, инфаркт, инсульт, что вы, это колоссальная сила. Так вот, то, что связано с Франциском Асиском, это явление известное психопатологией, явление какого рода чисто естественного порядка, того, что мы бы назвали нервно-психического порядка. Никакой связи с благодатью Божьей тут нет. Ни один из величайших святых за все 1200 лет существования христианства никогда не имел никаких стигмат. Хотя некоторые из них достигали потрясающего духовного совершенства, как, например, Макария Египетского называли земным богом. Никогда этого не было. Почему? Потому что они как раз, как раз, если хотите, убивали кровь и нервы. Не давали как раз этого разгорячения, не давали этого развития, противоборствовали этим. Они жили действительно благодатью Божьей, а не нервами и психикой. Вот что такое компасио, вот это сострадание, сострадание, попытка пережить, пережить то, что пережил Христос на кресте, привели к чему Франциска Ассистского. Кстати, его две просьбы, просьбы по отношению ко Христу, как раз это было перед воздвижением, они поразительны, эти две молитвы. Поразительны, я вам скажу. Первая молитва. Дай мне, Господи, пережить все те страдания и силу их, какие ты пережил за род человеческий. Вторая молитва. Дай мне, Господи, пережить ту любовь, ради которой ты принёс себя в эту жертву. Не Моська, а Камар просит пережить всю ту силу, которую он видит у слона. Да и это сопоставить нельзя. Какое безумство! Да какой... Вот вы видите, что такое гордыня? это даже не тщеславие. Гордыня от не тщеславия. Подумайте только дойти до какого состояния, просить пережить все те страдания, которые ты пережил. Да, эти молитвы увенчались успехом. И шестокрылый Серафим, конечно, дьявол, а не кто-нибудь, пронзил его своими стрелами. И открылись у него те же раны, о которых описывают евангелисты. Раны, которые возникли от гвоздей и копья у Христа. Вот что такое компасио. Компасио. Попытка пережить это. Дальше в истории католической церкви мы уже встречаем эти явления. Вот одно из последних из них, может, последнее, это, знаете, патра этот пи, который демонстрировал, подумайте только, демонстрировал эти свои язвы, показывал всем эти язвы благодатные. А говорят, нет ничего хуже, чем показать свои добродетели наружу. Зато мир как за этим гонится. У нас пока еще этого нет, но надеемся будет. Очень надеюсь даже, что будет. Потому что уже многие стали на этот путь, путь мечтательности, путь воображения, путь вот этой лжедуховности, лжи, если хотите, аскезы, на путь тоталитарно-сектантского послушания старчества, тоталитарно-сектантского, когда как духовник это полный властитель, не отец, не друг, не называя вас рабами, называя вас друзьями, сказал сам Христос, это нам не подходит. Властитель над словесными овцами, вот это подходит. Тоталитарно-сектантские отношения, а не отношения друга, старшего друга. Так что вот это направление, оно в конце концов приведет, я думаю, появится. И что будет тогда? Вы можете представить, что тогда будет? Друг у какого-то старца откроются пять язв Христовых. Можете представить? Нет, вы не можете еще. Еще не доросли, но ничего, потом увидите, что будет. Вот так, это первое. Второе, на которое обращают внимание исследователи католической мистики, так называем бога-супружества. Термин, термин, введенный, по-моему, Дмитрием Мережковским. И с ним, как хотите, может соглашаться или нет, но он, по-видимому, очень точно выражает тот характер отношений, который мы наблюдаем у великих святых, опять-таки, католической церкви в отношении ко Христу, преимущественно у женщин. Катарину Сиенскую обнимает Христос, прижимает к себе. Терезе Великой является Христос и объявляет себя ей, что я до этого был твой бог, а отныне не только бог, но и супруг. те же самые отношения, видимо, Тереза маленькая, о которой только что я вам говорил, которую канонизировал, то есть возвел достоинство Иоанн Павел Второй. Посмотрите, что там творится, романы, игра, романы, эти бедные девушки, которые пошли в монастыри, у которых этот весь потенциал женственности не нашел своего выхода в естественном порядке, весь был брошен на фантазию, на образ Христа. И он у них из жениха церковного превратился в супруга. Со всеми, кстати, серьезными последствиями. Даже так. Тереза, умирая, воскликнула, о бог, мой супруг мой, наконец-то я тебя увижу. Какая она великая и святая, можно судить хотя бы потому, что Тереза любит петь и плясать и плясать с бубнами и кастанетами. Замечай. Игумене, игумене. Я уж некоторым игуменем нашим смеюсь. Как вы далеки еще от совершенства. Вы умеете плясать с бубнами и кастанетами? Нет. О, говорю, боже мой, как же вы дерзаете со мной разговаривать тогда? Он, Тереза Великая, любила петь и плясать. А как она восклицала, возлюбленный зовет таким пронзительным свистом, возлюбленный это Христос, что не услышать этого было невозможно. Скажите, это что, нормальный или сумасшедший? Кстати, я пытался иногда провоцировать на диалогах, пытался провоцировать этот вопрос, ничего не получается. О чем угодно, об этом не заговаривает и все. Я помню, последняя встреча была в Минске, два кардинала было, и там епископ, и все. Я специально в доклад поставил цитату из Игнатия Брянчнина, где он называет сумасшедшими. Но, думаю, сейчас будет взрыв, правда же? Ну, провокацию, настоящую встречу. Молчание. Понимают, значит, понимают, но, понимая, остаются при том же. О, какой кошмар! Вот это уже беда! Говорю, это потому, что, не дай бог, если мы пойдем по этому пути, и у нас как бы не возникли такие. Правда, у нас пока еще в другом направлении. Там, Макария Богом данная, да, которая, которая говорила, в какой час, какой день, что нужно помазать, что нужно выпить, и что нужно съесть. Про свары, воды и так далее. Которая только сама освещала, там, воду, еле и так далее. Да, и которая, сейчас недавно получаю письмо, один же пишет, вот, Богом данная, вот так вот советует. Потом, какой ужас! Люди не видят всего абсурда. Всего абсурда. Это или сумасшедшая, или оккультистка она, или в дикой прелести. Ей Богоматерь там говорит, и является, приказывает. Она от ее им не все делает. Люди не видят. О, Господи! Какие же младенцы действительно в вере? Бога супружеса. Ну, и опять, к тому же, возвращаемся, к тому же воображение. Вот, то я сказал, мистицизм, католицизм, весь медитативный. Ну, особенно, так сказать, дал программу этой медитативности, этому воображению, дал программу, сказать, расписал ее, обозначил ее. Это Игнатий Лайола. Это основатель ордена, ордена иезуитов. Это 16 век. Своих знаменитых духовных упражнениях, которые до сих пор являются настольной книгой во всех католических монастырях. По крайней мере, так меня информировали. Я однажды получил письмо от молодых послушников из католического монастыря. Они мне написали, да, у нас до сих пор именно мы воспитываемся на духовных упражнениях Игнатия Лайолы. Правда, они прислали уже это письмо, письмо прослушав и, как кажется, уже с негативным оттенком уже к этому. То есть, они поняли, поняли молодёжь, что это не путь, это фантазия, это же воображение. Мы вступаем не в реальные отношения с Богом, а вступаем в отношения своей мечтой, своей мечтой, своими картинами. Вся книга Игнатия Лайола написана в каком ключе? Вообрази себе, представь себе и так далее. И создаются картины. Это духовные упражнения, подумайте только. Представь себе местность, представь себе Богоматерь, молодую девушка сидит, читает Библию вдруг, и является архангел. Как она смутилась, представьте себе, и всё начинается, и всё одно за другим. Представь себе Богоматерь, стоящую у креста, и что там было? Это духовные упражнения. Что называют духовностью? Воображение и мечтательность своё называют духовностью. До какого искажения можно дойти? Я вам скажу, это серьёзная беда. И вот люди воспитываются на этом. Понимаете? Воспитываются, простые католики, воспитываются на этом. Они же не знают, они читают древних отцов. Почему? Новые всё заслонили собою. Новые заслонили собою. уже смотрите, чтобы у нас не случилось такого рода. Я хочу, друзья мои, сейчас поговорить всё-таки об основных характеристиках западного христианства сегодня. Сегодня. Но прежде ещё хочу напомнить. Видите, как Игнатий Вричин и Феофан Затворник характеризуют католицизм? Как прелесть. Как прелесть. Даже как ересь. Как характеризуют другие. Хомяков, например, назвал католицизм протестантизмом. Он прямо сказал, Рим это первый протестант, который противопоставил себя вселенскому голосу церкви. Чем противопоставил? Несмотря на категорический запрет первого вселенского собора, подтверждённого вторым, в том, чтобы не касаться символа веры, он вдруг вводит не что-нибудь, не какое-нибудь слово, а целое учение филиокве и от сына и на этом настаивает с упорством тысячу лет. Кто может такое сделать? Только протестант. Киреевский Иван Васильевич его сподвижник, сподвижник его по славяно-филикскому движению называет католицизм рационализмом. Верно. Да. Это действительно рационализм. Кстати, удивительное сочетание. С одной стороны прелесть, то есть этот мистицизм, с другой стороны рационализм. Как эти крайности обе сочетаются, а внутри остаётся пусто. срединный путь, тесные врата остаётся пустыми. Одни крайности только. Крайности одинаково ложные. Как этот мистицизм прелестный, так и рационализм схоластический. Юрий Фёдорович Самарин даёт тоже очень удачную характеристику. И я вот потом, несколько позднее вам это покажу. Это на примерах. Говорит, что католицизм – это иудаизм в христианстве. Ой, как точно он сказал! Не менее точно, чем и первые два руководителя славянофильства. Да, это иудаизм в христианстве. Это точно. Достоевский же, Фёдор Михайлович, вы все знаете, какую он дал картину, какой прям живописал образ, великолепно показал в этой своей повести о Великом Инквизиторе, показал, как ему представляется католицизм. И я вам скажу, что эта сейчас повесть о Великом Инквизиторе имеет актуальнейшее значение для нашей современной эпохи. Очень бы важно это прочитать и посмотреть. Кстати, там Христос не произносит ни одного слова. Искусный писатель, просто поражаюсь им, говорит только Великий Инквизитор. Но что говорит? Великолепно прям Достоевский раскрыл самое, если хотите, прям нутро, что ли, католицизма. Нутро! Не ты, не ты, ты нам не нужен, говорит он Христу. Не нужен ты нам. Только возьмите один только момент, один только момент, возьмите, и он уже, уже вам, уже вам откроет. Что сказал Христос? Мое царство не от мира сего. Помните, что он сказал? Не от мира сего. Если мое царство было от мира сего, то мои его слуги подвизались. Помните он? Подвизались бы. В каком смысле подвизались? Ну, пытались бы освободить, защитили и так далее. Помните, что Христос говорит? Это всем известные слова. Так? Он не родился сыном императора. Не родился им. То есть отказался от этого. отказался, решительно отказался от этого. На какой путь стал Ватикан, римокатолицизм? Папа это кто? Не просто глава церкви, это светский государь. Замечательно в этом отношении слова Пии 9 в силабусе 1864 года. 1864 года, где он осудил заблуждение о том, что церковь не имеет власти производить насилие и вообще не имеет светской власти, ни прямой, ни косвенной. Слышите? Это осуждено заблуждение те, которые считают, что церковь не имеет права производить насилие и не имеет права иметь светской власти. Заблуждение. Замечательно. И мы видим, да, и мы видим, на какой путь стал Ватикан. С самого начала своего существования. Папа это государь, да еще какой! только вспомните хотя бы хотя бы Каносское стояние Генриха IV. Только вспомните, и что потом было, и до сих пор остается Ватикан же государство. Папа же царь! Вы понимаете, что папа царь? Причем какой? С неограниченной властью. Папа, когда умирает, все, все теряют все свои функции. Все. Неограниченная власть, полная и абсолютная. Папа имеет право в любом уголке земного шара взять и священника перевезти куда угодно. У нас патриарх. Имеет свою епархию и все. В Москве. Он не может где-нибудь до Камчатки из одного храма в другой перевезти кого-то. Но это ладно. Это дело касается не просто церковного, но светская власть. то, от чего отказался Христос от светской власти. Так, решительно причем отказался, то Ватикан Ватикан присвоил себе. То есть искушение властью победило его. И я вам скажу, это серьезнейшая вещь. Правильно Достоевский пишет в своей легенде о великом инквизиторе. правильная мысль его какая? Совершенно очевидная, что это антихристова идея. Это совершенно верно. Антихристова. Христос отказался от этой власти земной. Папы напротив всю историю жаждут ее. И всю историю, как вот мы с вами чуть-чуть поговорили, а если бы вообще всю историю насилии, которую только совершал Ватикан в истории даже только одной нашей церкви, если бы посмотреть, что это было, только здесь посмотреть, все сопряжено с чем? С чисто мирской, мирской, на стопроцентной, да, политикой захвата, захвата власти территории. Так вот, каковы основные характеристики в связи с этим западного христианства сегодня всего западного христианства? Я уже могу говорить о западном христианстве. Почему? Хочу вам сказать. Протестантизм это законно рожденное чадо католицизма. Вы слышите? Это не падчериц и не пасынок. Вот. Это, несмотря на все те конфликты, которые были, они носили совсем другой характер. В плане духовном, вы слышите? Это одно явление. Одно, а не два явления. В плане духовном, в плане вероучительном. Мы с вами потом убедимся, убедимся, как все основные протестантские вот эти крайности вероучительного порядка, как они являются естественным, логическим буквально порождением тех крайностей, в которые впал католицизм. Потому что скажу вам, нет ни одного пожалуй, догматического положения христианской веры, вы представляете, я говорю очень сильную вещь, которое не было бы искажено в католицизме. Ни одного христианского положения. Это касается как вероучительных принципов, так касается таинств. еще большему искажению, не меньше, подверглась самое главное в христианстве духовные основы жизни, о чем мы только что с вами говорили. Партистантизм это законно рожденное чадо католицизма. И это не нужно забывать. Сейчас уже, то есть уже давно идут разговоры, уже давно о реабилитации лютера, уже давно идут переговоры. В 2000 году в связи с юбилеем христианским была завершена очень большая совместная работа, католическая лютеранская работа по снятию преград вероучения по вопросу спасения. Был необычайный ажиотаж, был принят документ, документ, когда я прочитал то только покачал головой. И не только я покачал головой, а помню, когда с лютеранами потом мы встречались в Германии, и они опять этот вопрос, я им сказал, так в этом документе нет ничего, что можно назвать о каком-то совпадении взглядов. Ничего. Против чего выступил лютер? Против индульгенции. чего вы достигли в 2000-м году? Торжественно было подписано кардиналом, по-моему, Каспером, так, с одной стороны, и председателем Всемирной Литеранской Федерации, Крузе, документ согласительный, в 2000-м и тут же Папа объявляет о продаже индульгенции в связи с 2000-летием христианства. То есть, то, о чём говорили, вы слышите, то, о чём договорились, тут же Ватикан проводит свою линию. И эти индульгенции повсюду и даром, и продавались, и что угодно. За что боролись, на то напоролись. Они сознались прямо в этом. Да, конечно. А сколько было шуму, а вся суть, в чём красивые слова и фразы. Просто хочу вам сказать, что сейчас современное состояние мысли, я бы сказал, я бы сказал, церковной дипломатии или межцерковных отношений таково. документы очень часто составляются, особенно экуменические, таким образом, что вы, прочитав его, почешьте затылок, не зная, какой пяткой, какую часть головы. Так всё-таки, что же здесь написано-то? В диалогах часто принимаются совместные документы. За счёт чего же согласование происходит? За счёт искусства слова. Когда употребляются такие понятия слова, которые носят двусмысленный характер, и каждая сторона спокойно, без отступления от своей веры, может, может подписать этот документ. И бьются. Ой, вы себе представить не можете, как, особенно помню, в былые времена, по ночам до трёх, четырёх, помню, однажды в колокольне сидели, закончили уже, когда уже к братскому молебну люди идут. И о чём же договаривались, как писать совместный документ, с финнами, я помню, мы подписывали. И в чём же вся суть состояла? Ведь нельзя же отрекаться от веры, это ни тем, ни другим же. Значит, нужно было написать так, чтобы это было приемлемо каждой стороны. И в этом всё искусство. Вот это, я вам скажу, беда, потому что это, в конце концов, это граничит с чем? Ну, с каким-то, я бы сказал, лицемерием. Иначе, иначе даже сказать нельзя. Зачем? В вопросах веры разве может что-то быть, могут быть какие-то компромиссы? В вопросах веры компромиссов не может быть. Надо честно, открыто сказать, мы верим так, вы верите так, в этом у нас проблема. Это же замечательно. Ну, правда же. Это же замечательно. Это, впрочем, очень хорошо. Вот. Выслушать основания друг другу, обоснования того или иного положения, это прекрасно. Но пытаться за счёт каких-то неясных формулировок фраз и слов добиться как чего-то согласованного, это, конечно, очень жалко. Но это реальность нашего нашего времени. Слышите? Нашего времени. Я не знаю, будете ли вы в этом участвовать или нет, но вы убедитесь в этом. Это реальность. Вот какое-то лукавство пронизывает насквозь характер отношений. Я другого слова не нахожу. Конечно же, это лукавство. Это какое-то лицемерие. Зачем это нужно? Это нужно создать видимость единства. Видимость единства, а не единства. Внешний образ единства, а не единства по существу. Это-то очень печально. Но мы с вами поговорим ещё об основных характеристиках западного христианства, именно уже западного христианства, а не просто католицизма. Хотя скажу вам, что, конечно же, не случайно, например, Папу Римского всегда называют политиком номер один на Западе. Политиком номер один. И это верно. Поэтому заявления именно его, они имеют особенно важное значение в понимании того, куда направляется мысль и дух, и в каком он находит состоянии сегодня на Западе.